У нас появились персики по 5 лир. Очень приятные цены. Сегодня воскресный рынок. Помидорчики есть по 10 турецких лир. 10 турецких лир огурцы тоже. Смотрите, есть даже персики. Вообще цены. Ирина чуть не нравится огурцы. Она ковыряется, ковыряется. Это не то, не то, не мое. Она нашла там за 15 лир. Хотела там взять. Я говорю, иди посмотри, какие. Огромные нектарины. Турция является ведущим экспортером черешни. И в Германию, и в Россию. И даже в Гонконг поставляют. И еще в некоторые страны Азии. Даже в Эмиратах. 700 тысяч тонн они производят черешни в год. Апельсинчики 10 лир за кило. Вкусненькие. Изобилие такое, что глаза разбегаются. Что вам снять из того, чтобы ценами вас впечатлить? Вот такие маленькие перчики по 8. Вот такие дыньки арбуза 5 лир кило. Дынька 20 лир. Помидоры по 13 лир просто монстры. Клубника у нас еще идет. Сезон не закончился. Дынька одна штучка. Баклажанчики вот такие покрупнее. Кабачки. Почему-то они любят мелкие. Авокадо подешевле стали. Мягкие, интересно. Ну такие чуть-чуть полежат и дойдут. Там все набирают черешня. Очередь стоит. Фасоль, горох, все что хочешь. О, апельсины еще есть. В общем, надо приходить под конец дня. Цены значительно дешевле на рынке. В отличие от утренних цен. Лимоны я видел и по 4-5 лирка. Дыня такая. Вот одна штучка 40 рублей. Но яблоки дороже, чем персики. Какое-то непонимание немножко у нас возникает. Да, обычно у нас яблоки всегда дешевле были. А здесь наоборот. Некоторые персики дешевле яблок. Вот так вот. В одном из видео говорили, что зелень здесь очень насыщенно пахнет. Кто-то в комментариях писал, до чего там говорите. В Краснодаре тоже она вся пахнет. И мы не раз уже смотрим видео из Турции, где соотечественники приезжают. Это подтверждает тоже зелень. Здесь реально имеет очень выраженный запах. И вкус. И вкус, и запах, да. Поэтому я раньше такого не ощущал на самом деле. Домашние яички. 3 лиры и 2,75 лиры. Новый способ, как могут обмануть на рынке. Когда вы оплачиваете какой-либо товар картой, а у них у некоторых есть терминалы, внезапно обнаруживается, что у них закончилась в терминале бумага. То есть заранее в терминал вкладывают катушку, на которой там остаток чековой ленты. Значит, они при вас меняют бумагу. Сейчас говорят, подождите, сейчас поменяю. И второй раз проводят оплату. Типа первый раз не прошла. Если вы не проверите свой личный кабинет в банке, что у вас уже оплата-то списалась, они-то делают это так, как будто, ну, не означает. То есть, в общем, проводят второй раз карты. По терминалу, соответственно, проходит второй раз оплата. И если вы, соответственно, проверите в личном кабинете, то обнаружите, что... И в результате вы увидите, что два платежа прошло. И подходите к нему, соответственно, говорите, а что это такое? Почему? Говорит, я заплатил два раза. Но он даже не пытается спорить, разбираться. Он начинает доставать деньги. И чтобы не возникло какого-то там спора, конфликта, он тут же уже готов эти деньги вам отдать. И показывает катушку. Вы знаете, там вот лента закончилась, поэтому, извините, я типа не про дела. Пытаются вот таким образом схитрить. Идем. Обмануть, конечно. Будьте бдительны. Опять же, это касается не всех продавцов на рынке. Наверное, в большинстве, там 90% здесь адекватные продавцы, нормальные. У нас также в России можете пойти на рынок и быть обманутым. И весы, вы знаете, как там все весы подкручены. Поэтому это вообще... С рынка зашли, рынок в 5 метрах от этого места, от детской площадки. Сейчас покажем просто, насколько мы загружены всем. У меня еще рюкзак на спине. Там все загружено. Сбоку пакеты висят. Я в шоке. Как мы это донесли? Вообще непонятно. Мы потратили... Вышло у нас 2000 рублей. Мы взяли 4 килограмма огурцов. Значит, мы взяли арбуз. Мушмула еще осталась, пока не закончилась. Клубника еще не закончилась. Она подорожала, правда, но была и по 60. Взяли руколы много. Такие вот, посмотрите, какие пучки. Рукола, пучок какой. Ё-моё. Помидоры такие. Помидоры у нас черри. Чесночка добавляем. Чесночка и оливкового масла. Она такая сочная. Это салат, это не капуста, это такой салат. Она нежная-нежная прям ломается. Вот такой салат мы взяли. Яблоки, я не помню сколько. Кроме Мушмулы мы взяли еще свеклу, капусту. Это томатная паста. Такая у них прям она очень герем. Ирина берет, да, хорошая паста. Сыр. Сыр Ирина взяла. Абрикосы. Персики. Точан капусты. Но все это вышло на 2000 рублей. Нам кажется, что все более доступно по ценам. Точан капусты.